Девушки отдыхают Девушки отдыхают Говоришь, что ты родом из Боната, и твоя крестная слава – день святого Иоанна Крестителя. Православную веру ты считаешь смыслом своей жизни. После смерти отца судьба привела тебя в Македонию. Семейную икону пророка Иоанна ты оставил дома матери и сестрам. Когда ты попросил македонского иконописца написать для тебя новую икону твоего небесного покровителя, то к твоему великому изумлению иконописец написал святого Иоанна с крыльями. Когда ты спросил мастера, он объяснил тебе, что так креститель Господа изображается во всех македонских храмах. Ты обошел многие церкви и убедился, что это так, и удивился еще больше. И спрашиваешь меня, почему святой Иоанн Предтеча изображается с крыльями? Тебе известно, известно ли, что с крыльями изображаются только ангелы Божии? Так они изображаются потому, что они – духи бесплотные, легкие и быстрые в исполнении послушаний, на которые посылает их Творец. А сейчас послушай свидетельство Христа об Иоанне. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. Кто это писал? Пророк Божий, по вдохновению Духа Божия. Пророк Мессия и сам Мессия называют святого Иоанна ангелом. И поистине служение Иоанна подобно служению ангелов небесных. КОНЕЦ Когда Спаситель мира родился в Вифлееме, ангелы объявили о его рождении пастухам и призвали их радовать и славить Бога. С тех пор прошло 30 лет. И Господь явился на Иордане, чтобы начать свое спасительное служение. Тогда святой Иоанн объявил его народу, призывая людей к покаянию и очищению, чтобы они стали достойны принять его, Мессию и Спасителя. Поэтому иконописцы с давних пор часто изображали предтечу Христова как ангела с крыльями. Поэтому и назван он ангелом в Священном Писании, ибо нес ангельское служение в мессианской истории спасения людей. Да покрою тебя, святой Иоанн, своими крылами от всякого зла. Аминь. Аминь.